Салюки – это уникальный охотник с сильно выраженными инстинктами, который преследует все, что движется. Среднего размера Борзая может счастливо жить рядом со своим хозяином, пока получает ежедневные прогулки. Для нее это намного важнее, чем весь вечер лежать на мягком диване в окружении домочадцев, хотя она безмерно предана своей семье. В помещении ведет себя тихо и чинно, никогда не напоминая о себе лишний раз. Любит уйти в укромное тихое место и наслаждаться тишиной. Ее никак не тяготит одиночество в доме, поэтому некоторые считают ее немного застенчивой, но стоит ей вырваться на простор и она моментально преображается. Так какая же она собака Салюки на фото и в жизни, попробуем разобраться во всех подробностях. Салюки – очень самодостаточное создание, обладающее непособачьим гордым и независимым характером. Она не станет тратить время и силы, добиваясь любви хозяина. Напротив, вам придется серьезно потрудиться, чтобы заслужить ее внимание и симпатию, но, поверьте, оно того стоит. Такой красивый, благородный, воспитанный и сильный друг, каким может стать для вас Салюки, это настоящий подарок судьбы. Салюки неизменно становятся объектом всеобщего внимания, даже когда неспешно прогуливаются по парку под ручку с хозяином. А те, кто видел эту собаку в свободном движении, не могут сдержать восторженных эмоций. Какая пластика, грация и сила. Салюки – это совершенство линий, безукоризненная элегантность и немного восточной экзотики. Если говорить о стандарте, то современная персидская борзая – это высокая, легкая, сухая собака с длинной головой, сильными ногами и поджарым животом. По типу шерсти выделяют две разновидности Салюки – длиношерстные и короткошерстные. Животные с длинной шерстью отличаются наличием украшающих очейсов на ушах, хвосте и задней стороне конечностей. Соответственно, у короткошерстных Салюки очейсов нет. Цвет шерсти может быть практически любым – белый, бежевый, кремовый, рыжий, черный с подпалом, грязли или пегий, а вот тигровый окрас считается нежелательным. Ко всем преимуществам этой собаки следует добавить, что персидская борзая отличается удивительной чистоплотностью. Она мало линяет, практически не пахнет псиной, а кроме того, не имеет плебейской привычки раскидывать пищу и разливать воду. И все же небольшого ухода Салюки требуют. Их необходимо два раза в неделю чистить щеткой, а длиношерстным собакам также следует расчесывать шерсть за ушами, на ногах и хвосте. Кроме того, специалисты рекомендуют время от времени купать собаку со специальным шампунем. Умная, уравновешенная и довольно чувствительная Салюки прекрасная собака-компаньон. Это быстрая, сильная и выносливая собака. Салюки склонны сильнее всего сближаться с одним человеком, но всегда быть в хороших отношениях с другими членами семьи. Эти грациозные собаки по своему характеру довольно сдержанные, однако нежны, вместе с тем непривящевы. Салюки хорошо подходят людям, предпочитающим спокойных собак. Собаки это породы не только великолепные охотники, но и хорошие сторожи. Они всегда готовы предупредить хозяина о незваных гостях. Они могут быть агрессивны по отношению к незнакомцам, но, как правило, никогда не нападают. В обучении собаки этой породы требуют нежной и в то же время твердой руки, особенно в щенячьем возрасте. Плохо обученные и социализированные щенки Салюки могут вырасти стеснительными или непослушными, что в сочетании со скукой может привести к деструктивному поведению. Обучая Салюки, не ожидайте от нее покорности лабрадора. Салюки вольно думны и если их внимание отвлекает что-то более интересное, чем то, что требуете от них вы, они с радостью проигнорируют ваши команды. Однако ругань и физические наказания абсолютно неприемлемы для обучения собак этой породы. Только похвала и вознаграждение помогут добиться положительных результатов. Эту породу можно завести, когда в доме живет ребенок, но только если он уже не очень маленький. Также важно, чтобы ребенок понимал, что собаки этой породы плохо переносят грубые игры и требуют деликатного обращения. Салюки могут жить вместе с другими собаками, но предпочитают другую Салюки или, по крайней мере, другую гончую. Они очень чувствительны, поэтому любые напряженные отношения в семье могут негативно сказаться на самочувствии собаки. Дома Салюки любят поваляться на мягком диване или кровати. Они ценят комфорт и возможность поместить свое несколько костлявое тело на чем-то мягком. Также они обожают, когда их балуют. Как кошки, Салюки скрупулезно заботятся о личной гигиене. Салюки отличаются гладкой, шелковистой шерстью. Это одна из самых простых пород в уходе за шерстью. Все, что нужно это иногда расчесывать участки с длиной шерстью. Для ухода за гладкой шерстью будет достаточно периодически протирать собаку резиновой перчаткой. Эти собаки практически не линяют. Они не имеют специфического запаха. Купать Салюки лучше всего по мере необходимости. Также рекомендуется беречь таких собак от длительного нахождения на солнце, так как их кожа склонна к ожогам. Как и любой другой собаки, Салюки нужно периодически чистить зубы и уши, протирать глаза и подрезать когти. Салюки не подходят для жизни в квартире. Они нуждаются в доме с просторным двором, надежно огражденным забором. Забор должен быть достаточно высоким, иначе Салюки легко перепрыгнуть его. Необходимо иметь в виду, что эта порода имеет сильный охотничий инстинкт, поэтому если эти собаки видят что-то быстрое и пушистое, то будут преследовать его до последнего, игнорируя все ваши команды. Собаки этой породы нуждаются в мягкой постели для предотвращения появления мозолей. Собакам этой породы требуется большое количество упражнений. Особенно они нуждаются в беге. Они прирожденные бегуны, наслаждающиеся острыми ощущениями преследования. Две длительные прогулки, пробежки в день являются минимальным требованием для сохранения хорошей формы и самочувствия Салюки. Помните залог здоровья Салюки это бег. Обеспечьте ее такой возможностью, и у вас будет самая счастливая Салюки. Стоит иметь в виду, что каждая собака индивидуальна. Данное описание характерно для породы в целом и не всегда полностью совпадает с характеристиками конкретной собаки этой породы.